Каждый родитель хочет поставить своего ребенка на ноги. Чаще всего образно. В семье Соловьевых буквально. Владу 21 год и все это время он учится ходить. Хотя бы с палочкой, с небольшой опорой. Годами доброжелатели семью убеждают смириться с тем, что молодой человек должен передвигаться в инвалидном кресле. Но Соловьевы с этим не согласны. У них есть цель жизни, предавать которую нельзя. Кто-то говорил, ну зачем ему школа? Ну вот учился он там пять лет и хватит. Он же не будет поступать в институт, потому что у него нет вот этого, вот этого и этого. Я все-таки считаю, что мы сделали очень большой прорыв в этом плане. Мы научились читать. Он знает, что такое школа. Он знает, что такое дети, что такое друзья. У него очень много друзей. Влад родился совершенно здоровым ребенком. В пять месяцев ему сделали прививку. А после нее поставили диагноз – ДЦП. С тех пор жизнь Соловьевых изменилась. Врачи, больницы, бесконечные процедуры и операции. Я очень много, очень плакала. Я очень много думала. Очень много приходило в голову всяких мыслей. Я смотрела на других детей. Я смотрела на других людей, как воспитывают таких детей. Мне пришлось увидеть, как некоторые родители все-таки пытаются избавиться от этих детей. И мне было очень больно вот это все наблюдать. И тогда где-то, когда, в общем-то, получилось так. Чем больше мне говорили, что он никакой, тем больше мне хотелось его сделать каким-то. Сейчас у Влада очень активная жизнь. Из родного Фурманова мама возит его заниматься на тренажерах в областной центр. Молодой человек с удовольствием занимается в театральной студии «Общество инвалидов Грани». В апреле он принимал участие в постановке «Не совсем бременские музыканты». Играл осла в повозке трубадуры. Силочек. Волшебник. Аграбар. Жанглер. Для того, чтобы Влад мог ходить и дальше, пусть не уверенно и не спеша, но все же ходить, ему необходима операция. Сделать ее могут в ортопедическом институте имени Турнера в Санкт-Петербурге. Вопрос упирается в деньги. Альбине материально помочь некому. И так не хочется всего этого его лишать. А лишиться мы можем этого всего, только если мы не будем ходить. А средств нету практически, потому что все, что зарабатывается, получаются какие-то деньги. Вот у нас как бы предыдущая операция, мы ее уплачиваем в шестой год. Пока медики еще не выставили сумму, сколько потребуется средств сказать сложно. Врачи определили, необходимо оперировать левую ногу. Сейчас опираться на нее Владу больно, пальцы сильно деформированы. Альбина уверена, если нужную сумму удастся собрать, цель жизни ее и сына станет ближе. Если я заболела, и он понимает, что мы никуда не едем, я вижу, что он нервничает, переживает от этого, и он начинает меня успокаивать. Не переживай, у нас все получится. То есть он со мной разговаривает, но я не фраза. Я ему раньше так говорила, не переживай, у нас все получится. А теперь он мне говорит, когда у меня, например, бывают такие моменты, что заболела, ну вот просто нету, ты просто хочешь спать, потому что ты работала ночь. Он скажет, ну отдохнешь и поедем. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Форманов. У вас есть расчетный счет, какие-то квартиры? КОНЕЦ Денисов, РТВ Иванова, Форманов. КОНЕЦ Денисов, РТВ Иванова, Форманов. Продолжение следует...